Первые дни на свободе. Сейчас у Елены Глещинской, одесская журналистка, которая путем долгих консультаций удалось вызвать эти следственные изоляторы на Украине, сейчас в российской больнице. Помощь врачей нужна ее ребенку. Он родился в заключении. То, что женщина, которую обвинили чуть ли не в попытке единолично отделить часть Украины, находится в положении, не заставила смягчить условия в тюрьме. Напротив, отношение было хуже, чем к настоящим уголовникам, рассказывает она. Что пришлось пережить и как произошло освобождение, Елена рассказала нашему корреспонденту Павлу Краснову. Вместе со своим полуторамесячным сыном Елена сейчас в детской больнице. На ближайшие недели эта палата стала для нее домом. Условия спартанские, но, как она признается, куда лучше тех, к которым она привыкла за последний год. С прошлой весны Елену держали в Одесском СИЗО по обвинению в сепаратизме. Я была заключена, так сказать, по украинским законам, за особо тяжкое преступление. Поэтому со мной тоже были в камере в основном убийцы. Ну, женщины-убийцы. По мнению Елены, здесь проявилось демонстративное отношение Киева ко всем недовольным сегодняшней власти. Условия содержания ей отказались смягчить даже во время беременности. Наоборот, отношение стало еще хуже. Когда выяснилось, что я беременна, мне запретили прогулки, выходить на прогулки. Ну, жесткие условия. Начали каждый день обыски проводить и запретили на прогулки выходить. В вину журналистки вменили создание общественной организации «Народная рада Бессарабии». Украинские власти расценили это как попытку отторжения территории Одесской области. А Елену обвинили в том, что она является ни много ни мало российским агентом. Хотя до того она практически не интересовалась политикой. Мне написали в обвинение. Ну, я там планировала очень давно отделить часть территории Украины. Занималась этой подготовкой. А на самом деле произошло два круглых стола. Культуре, обисторе и Бессарабии. Вот. Из этого сделали вывод, что я очень давным-давно занимаюсь подготовкой к развалу страны. В итоге под угрозой оказалось и здоровье ее сына. После рождения ребенку срочно требовалась медицинская помощь. Потому свое освобождение и переезд в Москву Елена восприняла как спасение. Малышу здесь нравится. Ну, все хорошо. Понимаете, я считаю, что это вообще какое-то чудо произошло. Потому что уже настолько безнадежная ситуация была. Я понимала, что никаких нету, никакого выхода нету. Никакой надежды нету на то, что я освобожусь. По словам врачей, у ребенка тяжелое воспаление бедра. И в больнице маме и малышу придется провести еще полмесяца. В настоящее время состояние ребенка средней тяжести. По основному заболеванию ему проводится терапевтическое лечение, направленное на купирование данного воспалительного процесса. Елена вышла на свободу во вторник. Ее передали России вместе с другим журналистом из Одессы Виталием Деденко. Тем не менее, на Украине остаются за решеткой еще тысячи таких же людей, арестованных за свои убеждения. Только в СИЗО Одессы, по оценкам Елены, не меньше сотни политзаключенных. И находясь в России, она намерена заняться помощью своим бывшим товарищам по несчастью. Не просто отсутствие свободы слова. А вот в стране есть признаки зарождающего тоталеризма. И те люди, которые попадают, особенно в общественные деятельности, с разных сторон и с разных партий, они нуждаются в какой-то защите. В будущем Елена хотела бы вернуться на родину, в Одессу. Однако она понимает, в ближайшее время эту мечту не осуществить на Украине. В отношении нее все еще открыто уголовное дело. И едва ли ситуацию удастся изменить раньше, чем в Киеве сменится политическая обстановка. Павел Краснов, Екатерина Казаченко, Кирилл Данилов, Екатерина Колоницкая. Первый канал.